МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый садовод в пределах своего участка немного создатель. Он может устраивать там целые миры по образу и подобию настоящих, только маленькие. Я Ирина Белышева. С вами программа ландшафтной хитрости. И сегодня тема нашей программы – сооружение каменистого садика. Сегодня программа ландшафтной хитрости находится в саду Евгения Тарасова. Евгений Тарасов – это признанный эксперт, мастер, знаток, фанат, любитель, энтузиаст альпийских горок, каменистых садиков. Особенно вот такой формы, которая называется «Скалка», которая представляет из себя вот эту слоистую конструкцию из известняка. Евгений рассказал нам уже о том, в чем особенность этих горок. А сегодня он нам расскажет, как правильно устроить такую горку в своем саду. Даст нам несколько советов. Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, Ирина. Ну, тема эта, конечно, достаточно многогранная. Я постараюсь максимально быть кратким и конкретным. Прежде всего, значит, у нас на том этапе, когда мы выбираем место для нашей будущей горки, стоит несколько задач, с одной стороны ландшафтных, а с другой стороны ботанических, садоводческих. Вот так. Потому что нам нужно, чтобы у нас было не только это красивое, интересное, привлекательное место в саду, как говорится, центр, но еще, чтобы здесь хорошо было растением. И для этого нам нужно помнить о том, что это в основном здесь растения у нас горные, а это значит, что им показано много солнца, но не жгучего, потому что в природных условиях растения, которые живут высоко в горах, пребывают даже в солнечные, теплые дни. Ну, там не очень жарко, там прохладно даже, лучше так сказать. Поэтому мы располагаем кусок нашей скального этого обнажения не на прямом палящем солнце, не на стороне, которая ориентирована на юг, а лучше всего, если она смотрит на восток. Вот мой дом, вы видите, вот эти окна выходят на восточную сторону. Туда, там у меня юг. Это значит, что солнце восходит и идет вот по такой кривой, и после полудня солнце уже начинает прятаться за конек крыши, и растение попадает в тень, то есть они получают много солнца, но не перегреваются. Вторая задача. Значит, первое, мы их не перегреваем, выбираем место. Вторая задача, которая у нас стоит, это правильно выбрать место для того, чтобы у нас она вся смотрелась. Если у вас участок большой, то нужно обязательно ее расчленить по вот этим вот, по передним, средним и дальним планам. Значит, хорошо, если у вас есть возможность перед горкой устроить достаточно большой глубины газон. Если такой возможности нет, вот в данном случае у меня маленькая плоскость, ну, шириной метр-полтора, с отсыпкой с каменной, тоже решение. Вот, хорошо, когда у нас есть плотный задник. Значит, я решаю эти задачи. В данном случае, вы видите, это такая вот сеточка. Ширма, да? Ширма, да, из бамбука, плюс по ней лианки, да, плюс еще тут маленькая у меня коллекция хвойных растений, которую я недавно заложил. Она подрастет, станет, так сказать, хорошим дополнением. То есть, у нас нужен задний фон, это вещь очень важная. Передний тоже важен при возможности. Если ее нет, то, конечно, никуда не денешься. Далее, площадь. Площадь, конечно, продиктована многими факторами. В первую очередь, это вашими, что называется, амбициями, вашими настроениями. Вы хотите создать, так сказать, большую коллекцию этих растений, либо вам достаточно экспериментировать там на нескольких квадратных метрах. Тут все в ваших руках. Выбирайте, какой вариант вам более всего подходит. Ну, вот это вот основные моменты для выбора места. Женя, а вот какие материалы нужны для этого? То есть, чем лучше обзавестись с самого начала? Ну, естественно, естественно. Камнями. Вторая компонента – это земля. Здесь никаких придумок не нужно делать. Не нужно покупать никакие готовые смеси, какие бы вам там не писали красивые надписи. Вам нужна обычная садовая земля. Но от этой садовой земли вы берете одну третью часть, а остальное все у вас – речной песок промытый. И вот такая рыхлая, смешанная… Это будет потом грунтом для вот этих растений. Это станет универсальным грунтом для подавляющего большинства растений здесь вот, которые произрастут. Ну, и так вот мы говорили об этом в нашей прошлой программе, что камни должны быть плоские, с двумя хотя бы плоскими частями. Более или менее плоскими. Ну, мы видим здесь как раз вот тот самый участок. Мы специально здесь остановились. Показать тот кусочек, который у меня сделан ближе к вам участок. А вот этот вот кусок не доделал. Я покажу, как мы будем все это, как говорится, доводить до ума. То есть, нужно ли освобождать грунт, снимать, то есть, подготовить место? А это уже специальная тема. Мы обзавелись камнем, обзавелись песком хорошим, обзавелись землей. Ну, она у нас есть, Божьей милостью. Если, конечно, у вас оккультурена земля, тем лучше. Но если нет, то, конечно, устроит вплоть до того, что самая обычная полевая земля. Вот, если вам придется заменять свою, конечно. Торфянистая земля не очень хороша будет. Вот, ну, а после того, как мы имеем… А, еще нам обязательно нужно подумать о том, что нам нужен и бутовый еще камень. Потому что вот те вершины, которые вы видите, большие, они у меня не начинены вот этим благородным известняком. Наряду с тем, что вы видите здесь на поверхности красивый известняк, внутри у меня бутовый камень, то есть, то, что я находил вот в своих прежних. Вот, и он у меня лежит и создает, как говорится, фундамент. Кроме того, здесь у меня битый кирпич, который остался от фундамента для дома. И вот на этой конструкции мы все это дело с вами укладываем. Вот, и очень важная вещь, обратите внимание, что у меня практически здесь не видно ни одного квадратного сантиметра голого грунта. Все засыпано мелкой щебенкой. То есть, это тоже та компонент, которая будет входить в состав необходимых... То есть, камни, грунт, песок, щебенка. Да, 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 да. Вот, ну, а вслед за тем, когда вы уже все это собрали, вы уже приступаете непосредственно к работе. Вам с местом мы определились, теперь это место нужно готовить. Ну, я вам показываю уже все готовое. Но был этап, когда здесь была просто-напросто земля, которая поросла дикой травой. Вот я все это дело верхний слой срезал. Обнаружилось у меня достаточно большое количество... Корней, наверное, да? Корневища многолетних сорных растений. Естественно, я тщательнейшим образом все это перебрал. Не заглублялся. 10-15 сантиметров максимум. Та земля, которую я снял вместе с сорняками, она у меня пошла в компост. Ну, и начались, собственно, вот эти вот работы. Создание макушек. Вот это вот одна из самых важных вещей. Я в прошлый раз говорил, что нам не нужна одна Эльбрус или Фудзияма какая-то в миниатюре. Нам нужно на плоскости создать несколько вершин, чтобы у нас возникла, скажем так, иллюзия маленькой такой горной страны. Вот в данном случае вот это вот у меня самая главная макушка. Это ваш Эльбрус. Да, это мой, да, Эльбрус, а это рядом Казбек, а это что у нас еще там? Что-то в этом духе, да. Женя, а вот нужен план? То есть как бы надо ли сидеть с бумагой? Знаете, план, конечно, план нужен. Вернее, нужен не план, а нужна идея, нужна концепция, расположение всего вот этого. Конечно, если посмотреть сверху, мы можем, кстати, и наверх подняться. Я вам покажу. Вот, концепция вот этого построения близка в какой-то степени ладони. То есть вот один отросток, большой палец, вот этот вот маленький заливчик, где ваши ноги стоят, он помогает, с одной стороны, подходить вот этим к вершинкам и обслуживать то, что здесь растет, и он создает еще эффект, так сказать, достаточно благоприятный в визуальном отношении. И вот таких разрезов у меня, что-то вроде фьордов, каких-то заливов и так далее, у меня их несколько. И вот как раз вот эта вот конструкция в сочетании с тем, что мы режем это вот этими слоями, трещинами и так далее, одна за другой, у нас создает как раз ту самую цельную картину, которая и глаз радует. Если приглядываться, то мы это увидим. А если мы не приглядываемся вот к этим деталям, как она построена, это автоматически создает ощущение того, что вроде бы как это, как в природе. Вот тот самый эффект, потому что известняк в природе залегает очень подобным способом. Я много путешествовал, и у меня есть целая подборка фотографий, которые показывают, что именно так лежат камни в природе. Ну и вот дальше там, если, допустим, такая... То есть мы выложили вот наш Эльбрус, это уже мы, может быть, даже сделали по плану, или, может, посмотрите. Я вас перебью. Я не ответил на ваш вопрос в полной мере. План, вот в чем состоит, именно планирующая часть. Когда мы получили вот эту нашу партию камней, ну, в данном случае это где-то около 15 тонн. Вот на это ушло, да? На этот камень, так сказать. Когда мы получили эту партию камней, я в первую очередь выбираю самые красивые, самые мощные, самые представительные. Вот вы посмотрите вот на этот камень. Видите, у него грани со всех сторон такие покрытые, как говорится, патиной времени. Они выразительные. Вот он у меня пойдет на вершину. То же самое и тот камень. И я начинаю как раз вот эту вершину с того, что ставлю его туда, и к ней уже пристраиваю волну, которая пойдет в одну сторону и в другую сторону. То есть у меня из одного камня выходит логически, один перетекает в другой. Естественно, что это делается за счет того, что я подставляю какие-то опоры, какие-то, скажем, дополнительные, укрепляю вот эту вот конструкцию. Вот план в том, что камни хорошие, нужны для серьезных задач. И когда мы выстраиваем самые видные места, близкие к зрителю, как раз туда у нас по плану пойдут самые хорошие камни. А что помельче, всегда найдут, так сказать, Остальное просто прикладываете, подойдет. Бывает так, что те камни, которые, что называется, имеют не вполне стандартный размер, то есть они не плиты, а какие-то такие вот не очень оформленные. Иногда бывает, что его, это место не очень сразу найдешь. Но когда найдешь, говоришь, так он же был для этого места, собственно, и создан, да. То есть так, если уже медитировать над кучей камней, то можно там, в принципе, каждому камню найти с вами. Совершенно справедливую. Я в одном месте нашел такую формулировку, вернее, мой товарищ мне подсказал, говорит, так он приезжал ко мне, мы вместе строили, вот там у меня еще есть маленький фрагмент. Он говорит, так это то же самое, что пазл складываю. Подобрать одно к другому, и, в общем, получается примерно такая картина. И в любой машине камней заложен уже художественный. Да, именно так, именно так. Но всегда бывает, знаете, какая проблема? Всегда камней не хватает. Сколько мне кучу, да. Говорят, что любители альпийцев, этих крошечных и, на взгляд, некоторых невзрачных растений, от которых они сходят с ума больше, чем от пышных кустов роз или других ярких цветов, люди особенные. Карл Чапик, которого можно назвать, пожалуй, самым знаменитым садоводом среди писателей и самым знаменитым писателем среди садоводов, в своей «Бессмертной садовой Библии» год садовода эту страсть выразил так. Альпинумом эта часть сада называется, видимо, потому, что дает возможность своему владельцу совершать головокружительные альпинистические трюки. Он вынужден прибегать к самым смелым разножкам, приседаниям, оборотам, прогибам, стойкам, выпадам, предклоном, захватам и прочим гимнастическим упражнениям, чтобы сажать, рыхлить, копать и полоть среди живописно скомбинированных, но не слишком надежно пригнанных камней своей горки. Уход за горкой является таким образом захватывающим и благородным видом спорта. Но помимо того, он заставляет вас пережить тысячу волнующих неожиданностей, когда, скажем, вы на головокружительной высоте одного локтя обнаружите среди камней цветущий кустик белого бессмертника, ледовый гвоздик или других, так сказать, деток высокогорной флоры. Кто не выращивал, говорю я, всех этих цветочков, тот пусть лучше не говорит о красоте мира. Он не видел самого прелестного, что эта суровая земля создала в минуту разнеженности, длившуюся всего каких-нибудь несколько сот тысяч лет. Да разве объяснишь? Только тому, кто ухаживает за альпинумом, ведомы эти наслаждения, доступные одним посвященным. Дело в том, что владелец альпинума это не просто садовод, это коллекционер, что ставит его в один ряд с самыми безнадежными маньяками. В принципе, все эти камни, они держатся между собой только собственным весом, то есть они не скреплены там ни цементом, ни бетоном. Об этом даже не может быть никакой речи. Значит, ну, когда я говорил, что задача у нас ландшафтника, вторая задача агронома, и третья задача у нас строителя. Одна из важнейших задач, чтобы наша конструкция была стопроцентно надежной, чтобы никаких у нас не было камушков, которые чуть-чуть качаются, которые не крепко стоят. Для этого нужно просто грамотно подходить вот к этой задаче. Каждый камень должен крепко стоять. Он, во-первых, у меня под него подложено, подсыпано. Почва, которая засыпается, после того, как я уже сложил все эти камни, хорошо утрамбована и какими-то приспособлениями, и водой ее проливается. И в последующем, когда вот между камнями мы посмотрим, каждый из них железобетонно стоит. Между ними всегда распорочки. Всегда распорочки какие-то, подпорки. Вот. Ну, конструкция, как говорится, должна быть. В принципе, вот потом вот эта вот почва уникальная уже вот этой конкретного каменистого садика, вот уход за ней, то есть растут ли здесь сорняки, надо ли поливать, ну, какие-то, может быть. Сорняки, конечно, это задача, которая всегда стоит на повестке дня. Такой злодей, как одуванчик, он прилетит и, возможно, что приземлится как раз на горочке. Конечно, конечно, следить приходится, но есть в этой технологии чешской скалки еще и какой плюс. Маленькие расселины, которые полностью засыпаны камнями, это условия, неблагоприятные для развития сорняков. Как раз в этом тоже смысл. И вот та самая мульча, которая засыпана вот это пространство между камнями, это тоже один из способов борьбы. Но в любом случае у меня всегда есть пинцет, с одной стороны, для того, чтобы молоденького, молоденький проросток удалить. И с другой стороны, у меня есть раундап, я делаю какие-то растворы, и точечные делаю, как говорится. Ну и, в принципе, конечно, каждая горка может, или каждый каменистый садик может внести в себе характер своего хозяина. Может быть, какие-то быть выше, какие-то более плоские, более круглые. Нет, ну тут, конечно, дело вкусов, пристрастий и так далее. Я не знаю, возможно, он перекликается вот этими самыми своими мягкими, но в то же время жесткими выпуклостями с моими психологическими особенностями. Не знаю. Но тут, когда я создаю какую-то картину, я руководствуюсь все-таки не тем, чтобы он был моим детищем, а тем, что, допустим, чем более камень заметен с основных, с разных точек наблюдения, хорошо подчеркнуть его индивидуальные особенности. Вот я говорил вот про этот камень, ближайший ко мне. Я его поставил так, чтобы он возвышался над соседними камнями, чтобы была видна его боковая сторона, которая выразительно покрыта, как говорится, следами времени. Вот это вот ценно в камне. Женя, а вот еще я хотела такой вопрос задать вам. Вот мы, в принципе, знаем все из популярной садовой литературы про горки в форме собачьей могилки, как говорится, как пример того, как не надо строить горки. А что это вообще такое? Вы понимаете, этот термин придумали не мы. Мы его... Использовали. Использовали и тиражируем его до бесконечности, потому что таких горок у нас, к сожалению, слишком много. Термин родился примерно сто лет тому назад. Есть такой, был, вернее, такой великий англичанин, для англичан это имя в числе, как говорится, святых, Реджинальд Фаррер. Вот он как раз написал несколько книг, в том числе книга, которая называется «Современный английский каменистый сад». Она до сих пор для англичан как Библия. И вот в этой самой книге он как раз рассказывает о тех принципиально неверных и неудачных подходах к решению создания каменистого сада. То есть интерес к этим растениям достаточно массовый, но правильного подхода. Как раз это была его задача сформировать правильное ощущение того, что ты все делаешь правильно. И вот он родил такие термины, которые, кроме вот этой собачьей могилки, у него есть и булочка с изюмом. Нет, пудинг, миндальный пудинг. У него есть кошмар пьяницы, у него есть что-то вроде казинака, какая-то английская сладость такая. То есть мы наблюдаем простейший, примитивный, я бы сказал, негативный подход вот к этой задаче, когда насыпается куча земли, и она декорируется несколькими камнями. Ну, называйте это, как хотите, но ничего общего. Ни с альпинарием, ни с горкой это не имеет. Это просто собачья могила. Женя, ну а вот я понимаю, конечно, что, может быть, у людей могут быть недостатки у каких-то отдельных конструкций, у те или иные. А есть какие-то, может быть, общие ошибки, которые совершают начинающие горкостроители, от которых можно было бы предостеречь заранее? Ну, вот я уже возвращаюсь, наверное, к этой теме. Не должно быть открытой земли. Она должна быть вся замаскирована. Камень не обязательно, конечно, должен быть вот тот известняк или песчаник в виде плоского. Вы можете поэкспериментировать и с валунами, кстати. Я сделал одну горку в прошлом году. Возможно, вы ее снимали у Татьяны Воловик. У нас было время свободное, а у нее было много камня. Ну и вот мы попробовали сделать. Получилось, ну, скажем так, камень тяжелый. Вот первое, от чего бы я предостерег моих коллег, кому эта тема интересна, с ним труднее работать, и результат получается не очень вдохновляющий. Вот. Ну что еще можно сказать было бы про ошибки и подходы? Вы понимаете, их может быть очень много. И я думаю, что мы лучше давайте остановимся на том, как сделать правильно по передовой технологии. Возможно, что отталкиваясь именно вот от этой, от правильного пути, станет понятно, как не надо делать. Ну, если это интересно, в рамках ландшафтных хитростей, я вам покажу свою маленькую хитрость, как вот тот самый недоделанный кусочек я бы стал доделывать. Ну и в качестве примера мы потрогаем и землю, мы потрогаем и инструменты, которыми я это делаю. Мы увидим все в практике. К сожалению, время нашей программы истекло. И мастер-класс от Евгения Тарасова вы увидите в нашей следующей программе. Вы увидите, как правильно воспроизвести горный ландшафт за тысячи километров от настоящих гор. А пока несколько полезных советов от маэстро. Первое. Особое внимание при выборе участка подальпинарий стоит обратить на его размещение по сторонам света, на длительность и интенсивность солнечной экспозиции. Для этого необходимо провести детальное наблюдение за движением солнца в течение всего дня, особенно после полудня. Самая типичная ошибка – стремление разместить горку на самом солнечном месте и сориентировать ее главный склон на юг. На деле летний зной на этой сковородке для большинства горцев окажется совершенно непереносимым. Второе. Совершенно непригодно место в сплошной тени построек и ориентированное на север, куда солнце ненадолго заглядывает только с утра или вечером. Для таких участков тоже есть свои растения, но их крайне мало. Третье. Чтобы в альпинарии найти место для тенелюбивых видов, на открытом месте можно устроить несколько укромных ниш. Четвертое. Внешний вид, цвет и размер камней заслуживает специального упоминания, ибо естественность и гармоничность конструкции начинается с них. Как это имеет место в природе, на горке в саду нужно собрать камни однородные по геологии, фактуре, текстуре, структуре в одной цветовой гамме. Размер потребуется любой. От пары-тройки максимально возможных по транспортировке чемоданов до обувной коробки нужно только избегать однородности. И формы пригодятся любые, кроме округлых. Кубы, глыбы, плиты и пластины. Разложенные по ранжиру на рабочей площадке камни подправят, возможно, задуманный творцом образ горки в целом, а первые уложенные на место камни могут его существенно изменить. Пятое. Очень важно использовать единый принцип кладки ступеньками, слоями и так далее. Минимум хаоса. В природе хаос только в местах катастрофических обвалов. И побольше логики. Не надо бояться параллельности образующих линий и углов наклонов слоев. Напротив, надо стремиться к упорядоченности композиции. Разнокалиберность камня позволит избежать монотонности. В итоге кладка должна производить впечатление цельного природного каменистого обнажения. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok